Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами встречаемся в особенный день, знаменательный. Ровно год назад Крым и Севастополь воссоединились с Россией. Хотел бы ещё раз поздравить и крымчан, и всех граждан нашей страны с этим событием, и, конечно, поблагодарить тех, кто в Крыму проживает, в Севастополе, за мужество, за выдержку, которую они проявили год назад. Но уже тогда мы хорошо с вами понимали, что впереди огромная масштабная работа, и нам вместе, всей страной, нужно будет браться за развитие Крыма, за вопросы, которые десятилетиями оставались без должного внимания, что предстоит решать огромный комплекс задач по повышению уровня жизни людей, подъёма экономики, социальной сферы, прочная интеграция Крыма и Севастополя в правовую, финансовую, в административную системы российского государства. Было очевидно и то, что мы столкнёмся не только с объективными трудностями переходного периода, но и с попытками внешнего противодействия. Так и получилось. Целый ряд западных стран ввели так называемые санкции, ограничения как против Крыма, так и России в целом. Ну и надо сказать, что и соседи наши не отличаются особой изобретательностью, то воду отключат, то ещё какие-нибудь проблемы создают. Всё это, конечно, не фатально, но наносит какой-то, естественно, ущерб в текущей работе. Естественно, что в первую очередь нужно было решать самые неотложные задачи. В Крыму и Севастополе около двух миллионов жителей уже оформили российские паспорта, повышенные пенсии и социальные пособия, а также заработные платы работников бюджетной сферы. Кроме того, мы приняли решение, что семьи крымчан и севастопольцев, где, начиная с 2007 года, родился второй или последующий ребёнок, получили право на материнский капитал вне зависимости от того, какие пособия они получали ранее. Экстренная материально-техническая помощь оказана учреждениям образования и здравоохранения, созданы дополнительные резервные мощности в энергетике и водоснабжении, усилено воздушное и морское сообщение. Отмечу большую и напряжённую работу специалистов федеральных ведомств, профильного министерства по делам Крыма, местных властей по всем этим направлениям. Сделано действительно было много. При этом жители Крыма и Севастополя с пониманием отнеслись к неизбежным сложностям и трудностям переходного этапа по интеграции новых субъектов в федерации. Ну и, конечно, большое им спасибо за это понимание. Вместе с тем граждане рассчитывают, что конкретные житейские проблемы, с которыми они сталкиваются, будут решаться организованно и без проволочек, что в целом перемена к лучшему в развитии Крыма будут идти динамично. Обращаю на это внимание органов власти всех уровней, и федеральных, и региональных, и муниципальных. Нужно быть в постоянном контакте с людьми, общественными организациями, откликаться на вопросы, которые люди ставят перед нами. В целом необходимо постоянно мониторить ситуацию, прежде всего, конечно, социально-экономическое положение в регионе. Контроль за качеством оказания государственных и муниципальных услуг должен быть усилен. Должна быть организована мгновенная реакция на любые, даже частные сбои факты бюрократического отношения к людям. Что показали проведённые социологические опросы? Рост уровня и качество жизни в наибольшей степени отмечают те категории граждан, которые уже ощутили действия российских программ социальной политики. Это семьи с детьми, о которых я уже говорил, пенсионеры, инвалиды, военнослужащие, бюджетники. Сейчас нам нужно и важно выстроить такую же эффективную работу по поддержке предпринимателей, фермеров, специалистов, занятых в ключевых сферах промышленности и сельского хозяйства Крыма. Основные социально-экономические вопросы, которые сейчас волнуют людей, – это рост цен, высокая безработица, недостаточный уровень зарплат по экономике, плохое состояние дорог, благоустройство городов и посёлков, жилищная проблема, доступность и качество работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, образование и здравоохранение. Ничего нового я вам не сказал, это все проблемы, с которыми и в других субъектах России люди сталкиваются, но некоторые имеют, конечно, и свою региональную специфику. И одна из острых социальных проблем – это, конечно, проблема наркомании. Решение этих вопросов требует системной, долгосрочной работы. Наша цель – сделать Крым и Севастополь самодостаточными, динамично развивающимися субъектами Российской Федерации. И Крыму, и Севастополю необходим качественный шаг в укреплении собственной экономической базы. Нужно стимулировать деловую активность в промышленности, в АПК, туризме, других отраслях, поддержать малый и средний бизнес, создавать новые рабочие места, обеспечить занятость и рост доходов населения. Важнейшая задача – развитие инфраструктуры, включая энергетику, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. И просил бы сегодня доложить, как продвигается работа по ключевому объекту – к Керченскому мостовому переходу. И, конечно, дальнейшее развитие должно получить культурный, образовательный и научный потенциал региона. На новый, более высокий уровень необходимо вывести медицинское обслуживание, инфраструктуру для массового спорта. Наши демографические программы, меры по продвижению здорового образа жизни, поддержке семьи, охране материнства и детства должны работать в Крыму максимально эффективно и результативно. Повторю, сейчас важно смещать акценты на задачи комплексного, устойчивого подъёма всего региона. В августе прошлого года была принята федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя. Она рассчитана на 2015-2020 годы. На её реализацию планируется направить около 700 миллиардов рублей. Обращаю внимание, все мероприятия программы должны быть увязаны, выстроены по приоритетам и срокам реализации. Необходимо наладить строгий контроль за эффективным использованием выделяемых ресурсов, чёткое взаимодействие федеральных ведомств и местных властей. Ещё одним важным инструментом развития Крыма и Севастополя должна стать свободная экономическая зона, предусматривающая значительные преференции для предпринимателей. Напомню, что соответствующий закон вступил в силу с 1 января 2015 года. Рассчитываю сегодня услышать также, как идёт практическая работа по реализации положения этого закона. Приняты ли все необходимые подзаконные акты? Насколько полно учтены интересы бизнеса и инвесторов? Какие проблемы ещё не урегулированы? Отдельно прошу доложить по подготовке к предстоящему курортному сезону, от которого во многом зависят занятость и доходы крымчан. Сегодня в нашей встрече участвуют руководители федеральных министерств, законодательные и исполнительные власти Крыма и Севастополя, представители общественности. И в таком составе предлагаю подробно обсудить обозначенные вопросы, задачи и приоритеты. Продолжение следует...